Повод для гордости. В музее Ивановского политеха студентам с особым трепетом рассказывают о том, что с нашим краем связаны имена двух крупных ученых – Севолда Келдыша и его сына Мстислава. Севолда Келдыша называют отцом русского железобетона. Он приехал в Иваново-Вознесенск из Риги. Отец окончил Рижский политехнический институт, преподавал там. И потом, после того, как часть Рижского политеха была эвакуирована в Иваново-Вознесенск, он здесь преподавал. Он был первым деканом инженерно-строительного факультета в Иваново-Вознесенском политехническом институте. В Иваново-Вознесенске оказалась и семья Всеволда. Сын Мстислав учился в 30-й гимназии и поставил перед собой цель сделать все для освоения космоса. Как математик он участвовал в разработке космических программ, кстати, и в разработке ракетно-ядерного щита нашей страны. Он высчитывал математическим способом траектории орбит космических кораблей, искусственных спутников. Стислав Келдыш работал с первыми космонавтами, конечно же, с Сергеем Королевым. На его плечах лежала ответственная задача – исключить трагические ошибки. За подготовку первого полета человека в космос Келдыш был вторично удостоен звания Героя социалистического труда. И в экспозиции мы постарались отразить краткую хронологию того, что успела сделать наша страна при прямом участии Мстислава Келдыша, но буквально за два десятка лет. То есть, начиная с 1957 года, когда был запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли, и заканчивая, ну, фактически, дееспособными годами жизни Мстислава Всеволодовича, когда на орбиту выводились спутники по международной программе «Интеркосмос», в которых принимали участие космонавты из самых разных стран. В Москве ученому установлен памятник. Кроме того, учреждена медаль имени Мстислава Келдыша. Что интересно, ее получил президент политеха Сергей Федосов. Его разработки были применены на пусковых установках для запуска ракет. И эти его исследования, такие составы какие-то специальные, помогают решить проблему защиты от очень агрессивной среды, которая возникает в момент запуска. А еще в экспозиции музея есть несколько уникальных фотографий с автографами первых космонавтов Гагарина, Титова, Николаева, Терешковой. Эти фотографии бережно хранит один из преподавателей нашего университета. А достались они ему от родственника, который участвовал в техническом обеспечении запусков. И вот получил такую возможность, значит, получить автографы космонавтов. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Космонавты разных стран.